Воскресенье И сегодняшнее воскресенье также является воскресеньем перед праздником Крещения и называется Неделей перед Просвещением или перед Богоявлением. Это потому, что предстоящий праздник по-русски называется иногда тремя словами. Крещением, так как в этот день Господь крестился. Богоявлением, так как в этот день нам явилась Святая Троица в виде самого Сына Господа Иисуса Христа, Святого Духа в виде голубя. И был голос Отца, сей и Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. А Просвещением этот праздник называется потому, что с этого дня началось общественное служение Иисуса Христа, который просвещал сердца людские евангельской истиной. И из Евангелия сегодня мы слышали первую главу от Марка, с первого по девятый стих. Начинается оно со слов. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Вот я посылаю ангела. Это цитата из третьей главы книги пророка Малахия. «А глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» – это цитата из книги пророка Исаии. В Евангелии приведены пророчества или предсказания пророков Малахии и Исаии о том, что перед самым пришествием Господа на землю будет послан предтеча, который приготовит ему путь. У пророка Малахии, кстати, память которого мы чтим сегодня, этот предтеча назван ангелом Божиим по ангельской, святой, бесстрастной жизни Иоанна Крестителя. А у Исаии он назван «гласом вопиющего в пустыне». Можно сказать, потому что мы живем в духовной пустыне и не хотим слышать этот глаз. Далее в Евангелии говорится, что эти пророчества, про которые я говорил только что, сбылись. «Ибо действительно, перед самым явлением Спасителя миру явился великий пророк и предтеча Господен Иоанн». И дальше, опять из Евангелия, «Крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния». Обратите внимание на это слово «покаяние» для прощения грехов. «И выходили к Нему все жители страны Иудейской и Иерусалимляне, и крестились от Него, все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Далее там говорится о жизни Иоанна, его возвышенный божественный характер и его совершенное беспристрастие ко всему земному, материальному. Говорится, что он носил самую простую, грубую, суровую одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих и ел акриды и дикий мед. И в конце говорится, что он проповедовал. А проповедовал он вот что. «Идет за мною сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». И вот самое главное, наверное, предложение этого чтения это «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». Вот и есть весь текст сегодняшнего чтения. Что значит «крестить водою»? Тут, во-первых, я должен пояснить само слово «крестить». Оно в русском языке похоже на слово «крест», но это недоразумение. «Крест» и «крещение» – слова созвучные, но не однокоренные. Слово «крещение» – это перевод греческого «баптизма», как по-английски «баптизм», которое означает «погружение». Иоанн Креститель призывал людей в корне изменить свою жизнь через покаяние. Он призывал людей бороться с грехом. И это обещание начать новую жизнь закреплялось обрядом погружения в воду, как символом очищения от греха. И призывал он людей к покаянию для того, чтобы, как говорится в этом пророчестве, приготовить путь Господу, Иисусу Христу, который сильнейший Него. Так что сегодняшняя Евангелие говорит о том, что сбылось пророчество об Иоанне Предтече, и что он приготовит путь Господу тем, что будет людей призывать в свою очередь готовить путь к Господу и делать это через покаяние. Иоанн Креститель говорит, что Господь уже пришел, пришел для каждого из нас и к каждому хочет войти в дом душевный, в сердце, но люди не готовы принять его по грехам своими. Сегодняшнее чтение учит нас, что покаяние, именно покаяние, является необходимым условием для того, чтобы принять Иисуса Христа в свое сердце. И также это чтение говорит нам о крещении водой, как символом покаяния. Настолько важно это крещение водой, что сам Господь, Бог Иисус Христос, начинает свой путь именно с крещения. Вот через четыре дня наступит праздник крещения, когда мы будем служить чин освящения святой воды. Со святой водой связано много недоразумений. Есть среди нас люди, которые специально приходят в церковь только, чтобы получить святой воды, в надежде на то, что она имеет некую магическую силу и будет их защищать от болезней, дьявола и так далее и тому подобное. Но сегодняшняя Евангелие нам объясняет, что такое святая вода. Для нас, христиан, это символ очищения, то есть покаяния. В наши непростые времена пандемии, когда многие из нас боятся за себя и за близких своих, боятся заболеть болезнью, которая может оказаться смертельной. И когда мы надеемся на что угодно, на маски, такие или другие, вакцины, бустеры, не знаю, что еще. И хуже всего, что мы обличаем друг друга, спорим, обижаемся. И все это от страха. Страха болезни. Страха, может быть, просто общественного мнения. И вот легко забыть в такие времена самое главное, что самый верный и единственный, пожалуй, способ избавиться от страха смерти – это покаяние, чему учит нас сегодня Иоанн Креститель. И в такие трудные времена они как бы служат почвой для разного рода суеверий, в том числе связанных со святой водой. Вот что пишет святитель Феофан Затворник о святой воде, и не только о святой воде. Вся благодать, идущая от Бога через святой крест, святые иконы, святую воду, мощь, освященный хлеб и другое, включая святейшее причастие тела и крови Христовой, имеет силу лишь для тех, кто достоин этой благодати, через покаянные молитвы, покаяние, смирение, служение людям, дела милосердия и проявления других добродетелей христианских. Но если нет их, то эта благодать не спасет. Она не действует автоматически, как талисман, и бесполезна для нечестивых и мнимых христиан бездобродетелей. Поэтому давайте в преддверии этого величайшего праздника Крещения задумаемся не о том, как бы нам ухватить святой воды, а давайте вникнем в суть того, чему учил святой Иоанн Креститель. Особенно учитывая то, что мы являемся прихожанами храма в честь усекновения его святой главы. Давайте помолимся святому предтече, чтобы он научил и наставил нас именно к покаянию, чтобы приготовить путь Господу в наше сердце. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.